У дела в выборах вытворчат травматизм и мониторных цен в магазинах старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда Сустрелся с профсоюзным активом Гомельской области, а так само наведал сельгазпродприемство Брыльёва. Об чём ишла размова, ведают наши корреспонденты. По словам Михаила Орды, подчас таких встреч за всёдно обмярковываются питания, которые потребуются уваги профсоюзов. Оздоровление, спорт, оборона правов и интересов членов профсоюза. И особливо профилактика вытворчат травматизму и гибели людей. Эта тема завжды повинна быть на первом плане. Так само на парадку дня важная политичная подея – выборы у Палату представников. Профсоюзы принимают у компании активный удел. Представники объединений в составе выборчих комиссий розных узровнев, инициативных групп и назиральников. У нас в Будокошелёвском избирательном округе 80 человек членов профсоюза были выдвинуты в комиссии избирательные. Сейчас были уже аккредитованы 59 человек на наших избирательных участках. То есть, проходим, будем проводить учёбу. Подбор, конечно, подводился действительно профессионально к каждому человеку. Потому что в каждом избирательном участке должен быть профессионал своего дела. То есть, смотреть, отстаивать законность проведения выборов, открытость проведения выборов. На будущих выборах у леку назиральников будут 10 тысяч представников профсоюзов. Их главная задача – забеспечить законность выборчего процесса. А тому на выборчие участки профсоюзные наглядальники пройдуть юридично подрихтованными. Проводим подготовку, обучение наших активистов, которые выдвигаются, будут работать непосредственно наблюдателем. Потому что сегодня наблюдатель, национальный наблюдатель, так вот по законодательству избирательному называется, должен знать свои права и обязанности. Он не должен там ради галочки находиться. Он должен активно работать. Он должен сегодня смотреть за тем, чтобы законодательство на практике имело правильную практику своего исполнения и применения. Безусловно, наблюдатель национальный должен смотреть за тем, чтобы выборы проходили спокойно, чтобы никто не мешал людям определиться свое, принять решение в отношении своего голосования. Сельгаз-предприемство Брюлёва специализуется на выросшивании Городнины. Год тут выпускают от 15 до 17 тысяч тонн продукции. Она користается традиционно высоким попытом. В основном мы торгуем в розничную и часть оптовой торговли. Ну и своя тоже продают свой фирменный магазин. Имеем свои ларки на рынках и так далее. Профсоюзы в опоштные годы шмат уваги надают с мониторингу цен на продукты первой необходности. Сельгаз-продукция у их лику. По словам старшини ФПБ, бывает, что Белорусская Городнина значительно прибавляет у кошти и не за все до обгрунтована. Серот причин – банальный дефицит. Белорусскую Городнину по больше высоких ценах продают за мяжу, а на властные потребы не хапая. С метой разобраться у ситуации и наладить взаимодействие помеж вытворцами и оптовыми покупниками. Федерация профсоюзов выступила за инициативой организовать суместное посаджение. А на завтра мы собираем, это впервые такая встреча, где-то по 10 хозяйств фермерских приезд в каждой области нашей страны. И мы приглашаем на этот разговор руководство Евроопта, для того, чтобы мы вместе посмотрели и выработали подходы, правила игры выработали. Для того, чтобы они не смотрели друг на друга, как соперники. А сегодня, понятно, торговые сети продают, люди выращивают, но никто не должен на ком-то наживаться. Цивилизованные правила гульни на рынку личать у профсоюзах, а добьются и на кошти сельгазпродукции для насельництва. И выключать его необґрунтованный рост.